Дозревая именно Штирлица, Мюллер вызвал Шольца. Я слушаю вас, группенфюрер. Вот что, Шольц, срисуйте-ка отпечатки. Вот с этого стакана. Если буду спать, будить не надо. Я думаю, что это не срочно. Срисуйте-ка. Срисуйте-ка. Есть что-нибудь? Как ведет себя наша русская подруга? Мы проводим время в интересных идеологических дискуссиях. Я убежден, что вы каждый раз одерживаете победу над нашей подопечной. Убеждайте, но оставляйте для нашей милой русской возможность чувствовать себя достойной противницей. Принесите мне, пожалуйста, кофе, если можно. У нас кофе невкусный, суррогат. Есть хороший чай. Оберштурман фюрер Кюн привез хороший чай, по-видимому, трофейный. Ну, покрепче. Хельмут, приготовьте, пожалуйста, кипяток. Хельмут. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо. Продолжайте сидеть и слушать возможные передачи из Москвы, милая фрау Кин. Я вернусь завтра-послезавтра и думаю, что тогда ваша судьба прояснится до конца. Волноваться вам нечем. Все ваши проблемы согласованы с моим руководством. Барбара, у меня очень мало времени. Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 15 марта, вели ожесточенные бои с противником в районе юго-западной Кенигсберга. Войска 3-го Украинского фронта успешно завершили болотонскую оборонительную операцию, начатую 6 марта. В ходе тяжелых оборонительных боев и контрударов советские войска отразили попытку противника нанести поражение советским войскам в Венгрии и деблокировать свою Будапештскую группировку. Значительную роль в срыве контрнаступления вражеских войск сыграла авиация 17-й воздушной армии. Создались благоприятные условия для наступления советских войск на Венгрии. Берн. Особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Прошу прощения, господин Далес. Хорошо. Я вынужден оставить вас. Прошу продолжить беседу, вероятно, завтра вечером мы встретимся снова. Ну, хорошо. Мы говорили полезно и перспективно. Сейчас. Это на сегодня последнее, генерал. Меня интересует вот что. Скажите, кого вы видите канцлером будущей Германии? Кесель Ринга. Кесель Ринга и только его. Он популярен в народе. Он молод, храбр. Министр иностранных дел. Фон Нейрат. Бывший наместник Чехии и Морали. Да. Он был обергруппенфюрером СС. У нас все были в СС. Я понимаю. Итак, фон Нейрат. Ну, а кто будет министром финансов? Ну, единственный человек, который может быть министром финансов в будущей Германии, это Явмаршахт. Верно. Хотя он хитрая лиса. Ну, быть бесхитростным финансистом, это значит завалить все дело. Да, он финансировал Гитлера. Гитлер был тогда Шикенгрубером. Гитлер уже тогда был Гитлером. Ну, а министр внутренних дел, кто будет держать Германию в руках? Вольф. Генерал Карл Вольф. Обергруппенфюрер СС. Карл Вольф. Чем скорее вы забудете про СС и про звание в иерархической лестнице СС, тем будет лучше не только для нас, но, поверьте мне, и для вас тоже. Генерал, а как вы мыслите будущее своего непосредственного шефа? Вы имеете в виду Кальтенбрунера? Нет. Гиммлера. Это будет следующей стадией наших переговоров. Пока же я могу только обещать вам, что законность будет соблюдена, раз уж мы договариваемся забыть о титулах и помнить только имена. И потом. Это ли сейчас главное? Остановить большевиков, не пустить их в Европу. Лично я вижу свой долг только в этом. Именно в этом. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok